Подождите, я еще оснований не скажу. По этим основаниям заявляю отвод судья Беливанцева в связи с самоуправством и превышением должностных полномочий. Прошу садиться, встаньте, пожалуйста. Вы снова нарушаетесь и занимаетесь самоуправством. С такой судьей я больше не намерен делами. Разберемся в коллекционной коллегии генеральной прокурсуры. Надеемся, что соответствующие правоохранительные органы будут считать данные видео официальным обращением о противоправных действиях судьи и примут соответствующие меры для привлечения виновных к ответственности. Ваши жалобы и дополнения в ней рассматривающие судья с удовольствием областного суда Беливанцева как-то ведется к помощникам судья, которые являются в суде? Нет. Отвод у вас имеется в суде? Да, судья только что превысил свои должностные полномочия. Хорошо, я стою на совещании. Подождите, я еще основания не сказал. Я еще не обосновал отвод. Вы уже его обосновали. Пожалуйста. Судья превысил должностные полномочия в части того, что говорилось, что рассмотрение делали. Вы опять нарушаете правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Наденьте маску. Вы заявили отвод. Я удаляюсь на совещании для его разрешения. Хорошо, тогда будет потом, по следующим основаниям. Раз вы мне не даете слово сказать, будет несколько отводов тогда. Вам понятно ваши права? Нет. Вам они озвучены? Не озвучены. Вам они озвучены? Ну, не понятно. Нет, просто не понимаю. Не понимаете, все понятно. Ходательства у вас имеются какие-либо? Заявление есть. Пожалуйста. Значит, в судебном заседании, назначенном на 2 декабря 2020 года, судья Беливанцева назначила судебное заседание на 11.15. Явилось судебное заседание значительно позже. Является нарушением трудовой дисциплины, уважением к участникам процесса и умолением авторитета судебной власти. Кроме того, при рассмотрении дела об административном правонарушении, судья Беливанцева требовала от лица, чтобы лицо вставало при разъяснении, при обращении вставало. Ходательства у вас имеются? Вы понимаете, что такое ходатательства? Я заявление озвучил. Вы разрешили. Ходательства у вас имеются? Вы разрешили озвучить заявление? Прошу садиться. Докладываются материалы дела и доводы жалобы. А сейчас заявление... Докладатость у вас не имеется, я наспоряю. Заявление я же не запомнил. Присядьте, докладываются материалы дела и доводы жалобы. По этим основаниям заявляю отвод судебный Ливанцева в связи с самым правством и превышением должностных полномочий, поскольку КОАП не предусматривает вставание при рассмотрении дела. По основанию отводы не допускаются, поскольку оно уже было рассмотрено. По иным основаниям отводы допускаются, вплоть до неограничений. Я выпущу вам объявить перерыв и пригласить судебных приставов. Если вы не будете выполнять мои распоряжения, дело будет рассмотрено без вашего участия. Ставьте, пожалуйста, вы с судом разговариваете? Теперь у меня новое заявление об отводе судье. Все, точка. Поддерживайте свою жалобу. Отвод рассмотрите сначала. Отводы по тем же самым основаниям не допускаются. Вы снова нарушаете, занимаетесь самоуправством. Встаньте, говорите вы мне третий раз уже сегодня. Вы желаете выступать в судебном безуме? Выступайте. Значит, прошу исключить из материала дела доказательства именно протокол, как составлено с нарушением закона, докладные записки свидетелей, как таковых, потому что они свидетелями не являются, поскольку в материалах дела отсутствует разъяснение прав этим гражданам, которые написали докладные записки. Соответственно, докладные записки... Я вас еще раз вам говорю о том, что необходимо соблюдать регламент судебного заседания. Так регламент я и соблюдаю. Встаньте, пожалуйста, и в суде стоя выступают. При рассмотрении дела об отчетливом правонарушении никто стоя не выступает. Я вас призываю к законности и повышаю ваш уровень компетентности сейчас. Так, вы желаете выступать подобное? Желаю. Я выступаю давно, вы перерываете мое слово. Ходатайство у меня. Исследовать материалы, видеозаписи, приобщенные к жалу. Надеюсь, Генеральная прокуратура оценит ваши действия. Так, еще что вы желаете исследовать? Пока, давайте исследуем, потом посмотрим. Пока диск загружается, я хочу заострить внимание на решении Верховного суда, который четко и ясно сказал, что механизмов правонарушения не существует на федеральном уровне. Ни один человек не может заставить носить ту или иную одежду или аксессу. Пока выносится компьютер, объявляется перерыв. Выдите, пожалуйста. Дальнейшее рассмотрение провести без моего участия, исследовать видео в полном объеме. С такой судьей я больше не намерен дело иметь. Это ваше право участвовать в судебном заседании или нет? Разберемся в коллекционной коллегии и Генеральной прокуратуре. Диск исследуйте в полном объеме и вынесите законное решение. Если незаконное будет, будем писать дальше.